МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безвизовый режим. Зима весной. Какие регионы накрыла непогода? И как там справляются со снегопадом? Снежные бури в апреле. Аномальная для середины весны стихия накрыла Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области. Ни жители, ни коммунальщики, ни власти не оказались готовы к такой перемене погоды. Возросло количество ДТП, несчастных случаев, а дороги приходится расчищать с таким же усердием, как это делали зимой. О ситуации в Харьковской области расскажет наш корреспондент Светлана Шекера. Она на прямой связи со студией. Свет, здравствуй. Расскажи, удалось ли справиться с последствиями внезапной стихии и какие прогнозы синоптиков на ближайшие дни? Добрый вечер, Катя. Сегодня утром харьковчане буквально были ошарашены, увидев сугробы. За ночь в городе выпало до 24 миллиметров осадков. Но самое неприятное, это множество поваленных деревьев и, как следствие, много обломанных веток. Для наглядности расскажу. Только в саду Шевченко, в центре Харькова, упало 75 деревьев. В Сарженом Яру 70 деревьев, а на Белгородском спуске бревна лежали через каждый метр. Это порядка 7-8 тысяч кубометров и веток, и деревьев, которые необходимо будет вывезти, утилизовать с придомовых территорий. Ветки падали на машины, электропровода. Трамвайные пути были, трамваи не ходили. Утром люди опаздывали на работу. На несколько минут была обесточена станция метро имени академика Барабашова. Сейчас ближе к обеду лучше стало. А утром вообще трамваи плохо ходили. Линия Порвата. Дольше подбирали? Да, конечно. У нас 36 задержек были от РАНС в течение всего дня. Из них три схода трамваев, 8 упавших деревьев, которые повредили контактную сеть, деревья и ветки, которые легли на контактную сеть. По светофорам у нас было более 20 отключений по городу. На сегодняшний день сейчас не работают 5 светофоров. Температура в квартирах харьковчан в некоторых местах опустилась до 14 градусов. По всей области, за исключением одного района, закрыли школы. В самом Харькове детские учреждения работают, но детям предоставили свободное посещение. Если родители посчитали нужным сегодня, завтра на время холодов оставить детей дома, то никаких справок, никаких претензий, никаких объявлений мы предъявлять не будем. Центральные улицы города уже расчистили от снега. Коммунальщики признаются, техники не хватает, потому что они уже перешли на летний вариант работы. Песка, песок они тоже экономят. И в полиции сообщили, что будут ограничивать движение большегрузных фур по магистралям государственного значения. Чтобы не ускладнивался рух другого транспорта, в первую очередь, это автобусы, которые перевозят, пассажиров, а также транспорты, которые ведут основные, скажем так, жизненно важные вантажи. Это и хлеб, там перевозят молочные продукты, и этот транспорт будут пропускать. Синоптики обещают дальнейшее ухудшение погоды, даже морозы этой ночью обещают до минус семи, поэтому харьковчан призывают быть бдительными, завтра будет сильный гололед, а автомобилистов на летней резине просят вообще не выезжать на дороге. Света, спасибо, это была Светлана Шакера из Харькова. Накрыла непогода и Днепропетровскую область. Поваленные деревья, города и села до сих пор остаются без электроэнергии. Подробнее о последствиях снегопада спросим у нашего греспондента Елены Миндалюк, она сейчас в Днепре. Лен, здравствуй, расскажи, какие последствия обильного снегопада в области и что делает местная власть для их ликвидации? Добрый вечер, Катя, Днепропетровской области снегопад начался вчера, сегодня то прекращался, то снова надвигались тучи и снегопад возобновлялся. Сильно порывистый ветер вырывал деревья с корнями, в Новомосковске одно из них упало на пенсионерку, от многочисленных переломов она умерла в больнице. По предварительным данным, в Днепре оповали на 3 тысячи деревьев, многие дороги заблокированы из-за оборванных электропроводов, без света осталось 190 населенных пунктов. Бригады работают сегодня уже с 6 утра и будут работать, пока будет возможность. До завтрашнего дня, если не будет глобальных катаклизмов, мы электростопрожение восстановим. В начале апреля, когда температура достигла 15 градусов, водители сменили зимнюю резину на летнюю и теперь на скользкой дороге многие не могут справиться с управлением аварий буквально на каждой улице. Днепр с утра был закрыт и для грузового транспорта, лишь к вечеру движение возобновили. На трассах все равно образовались километровые очереди. Леонид ехал из ровно Запорожья, на обочине простоял несколько часов. В Никополе, в Новомосковске и Днепре дети сегодня не пошли в школу, занятия были отменены и в некоторых вузах. Пока до пятницы. Прогнозы синоптиков неутешительные. Почти до конца апреля потепление не прогнозируется. На 20-21 квитня тоже ожидаются опыта в виде дождя и мокрого снега. Также сохраняются порывы певнично-схидного ветра до 15-20 метров за секунду. Можете снижение температуры воздуха в ночи от 0 до минус 5. И в день 1,6 тепла. Самостоятельно справиться с последствиями непогоды. Сознается, местные власти не могут, не хватает денег. Во всяком случае, мэр сегодня проделся за помощью в Киев. Дескать, не хватает на восстановление электроснабжения и на вывоз поваленных деревьев. Какой именно дефицит средств в Горсовете не уточняет? Катя. Лен, спасибо. Елена Миндалюк рассказала нам о последствиях непогоды в Днепре. А вот в Одесской области сегодня было солнечно и относительно тепло. Но уже завтра там ждут существенного ухудшения погодных условий. По словам синоптиков, южный циклон принесет с собой понижение температуры воздуха местами до 3 градусов мороза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду и осадки. В Одессе ожидают сильный дождь, а вот в северных районах области снег. Такая погода в регионе продержится почти двое суток. Службе по чрезвычайным ситуациям рекомендуют в эти дни как можно реже выходить на улицу, особенно это касается пожилых людей и детей, потому что возможны обрывы электропроводов, падение деревьев и рекламных конструкций. Возможно налипание мокрого снега, возможны гололедные явления и ухудшение видимости в осадках до 200-500 метров. Поэтому водителям автотранспорта нужно не терять бдительность. А вот на Буковине другая проблема. Там стали проверять дорожников, точнее проверять, как они ремонтируют дороги. Традиционно нашли массу недочетов и нарушений, как оправдываются дорожных дел мастера. Расскажет Ольга Паломарюк. На ремонт этой улицы в райцентре Застав на Черновицкой области местные власти выделили почти 180 тысяч гривен. Подрядчик обязался отремонтировать, но делал все на скорую руку. Например, асфальт засыпали в необработанные ямы, а вместо специального катка использовались подручные средства. В результате полотно получилось неровным, да и снять его, как оказалось, можно с помощью обычной отвертки. Свежий асфальт отпадал целыми пластами. Подрядчик схалтурил, говорит мэр дорожники, оправдывается. Произошла ошибка. Вместо пяти тонн асфальта в Заставну привезли целых 23 и весь высыпали. Почему рабочие не обратили внимания, что им привезли слишком много асфальта, вопрос остается без ответа. Но их вины руководство фирмы-подрядчика не увидело. И всю ответственность переложила на водителя грузовика, который перепутал населенные пункты. Его, говорят, уже оштрафовали. Чиновники же настаивают, покрытие нужно менять. А вот активисты в благие намерения ни подрядчика, ни чиновников не верят. Руслан Мельник в прошлом году столкнулся с похожей проблемой. В его родном селе так сделали дорогу, что асфальт не продержался нескольких дней. Полотно точно так же снимали руками. После этого мужчина изучил технологию ремонта дорог. Подрядчик обязан вызывать специалистов технодзора, которые следят за качеством работ. Но большинство дорожников с ними просто договаривается. Хотелось бы, чтобы началось, чтобы хотя бы притянули до ответственности одного подрядника. Например, того технагляд, чтобы хотя бы одного по Украине посадили, тогда все задумывались. В заставну специалистов технодзора не приглашали. А значит, соблюдалась ли технология ремонта и как тратились деньги, сказать никто не может. В уходе деньги просто закатали в асфальт. И как долго он продержится даже после доработки, вопрос риторический. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черновицкая область. Снежный апрель не на шутку обеспокоил правительство. Премьер поручил министрам следить за ситуацией на занесенных дорогах страны. На сегодняшнем заседании Кабмина говорили и о дороге в Евросоюз. Обсуждали сроки, когда украинцы смогут ездить без виз в Европу. Успеют ли все желающие оформить для этого биометрические паспорта? Ответы на эти вопросы слышала Ирина Романова. Две недели после благой вести о предоставлении Украине безвизового режима в МИДе изучали технологию вопроса. И, наконец, вышли к людям с разъяснениями. Так когда же украинцы смогут свободно ездить в 30 европейских стран? 11 травня, скорее всего, это вопрос будет подано на ухваление Ради ЕС. И ближайшими датами, скорее всего, 11, 15, возможно, 18 травня, будет подписание. Еще три недели понадобится ЕС, чтобы ознакомить с новой нормой своих пограничников. То есть пересекать европейскую границу без виз украинцы смогут не раньше июня. Но ни об учебе, ни о работе речь пока не идет. Только туристические деловые поездки или визит к родственникам. Попасть в ЕС безвиз могут только собственники биометрических паспортов. А их в Украине уже более трех миллионов. Еще два миллиона таких документов планируют выдать до конца года. Столичные центры паспортного сервиса уже возобновили работу. Вот-вот откроются и региональные. Так что волноваться не стоит, уверяет миграционная служба. До процесса выдачи оформленных биометрических документов приедалися центры на день административных послуг. Их уже 18. На ближайшие недели мы ожидаем начать работы десяти киевских центров, двух центров в городе Харькове, Днепро и другие большие места. Я хотел бы вас очень попросить, чтобы мы уникли от такого явления, как черты паспортистов. Я бы хотел, чтобы таких вопросов у нас вообще не было. Поговорили министры о закупке лекарств на 2017 год через международные организации. В Минздраве уверяют, экономия налицо. 15-й год закупки завершены полностью с экономией, которая сейчас будет направлена к закупке вакцин. Какая экономия? Извините. Какая экономия? За 15-й я сейчас не скажу цифру, но 16-й год, если смотреться только по ЮНИСЕФ, по закупке вакцин, то мы имеем сейчас 17 миллионов долларов с экономой. Все 17 миллионов долларов сейчас пойдут на закупку новых лекарств для украинских граждан. Мы сейчас на этот рейх сближали финансование на лекарств на 2 миллиарда гривен. Много 6 миллиардов в этом году будет вытрачено на закупку. От вопроса Минздрава к вопросам «Нафтогаза» правительство продлило срок приема заявок на должность независимого члена Набсовета этой компании еще на месяц. Напомню, в конце марта Кабмин увеличил состав Набсовета с 5 до 7 человек и предусмотрел двухнедельный срок подачи документов на конкурс. Но, похоже, подыскать кандидатуру на должность с окладом в полмиллиона гривен в «Нафтогазе» за это время не успели. Не обошли своим вниманием члены правительства и нетипично «Снежный апрель». Следить за прогнозом погоды поручил премьер и профильным министрам и в случае ЧП оказывать помощь своим региональным подразделениям. Ирина Романова, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал «Интер». Дебаты по ратификации соглашения Украины-ЕС спланируют провести в парламенте Нидерландов. Верхняя палата, так называемый Сенат, может собраться для обсуждения вопроса 23 мая. Нижняя палата уже подтвердила ратификацию, но для завершения процедуры свое слово должен сказать Сенат. Если и там проголосуют за соглашение Украины-ЕС, документы передадут на подпись королю Нидерландов и потом отправят в Брюссель. Впервые за 22 года в Великобританию с официальным визитом украинский президент Порошенко пробудет в Лондоне два дня, встречается с премьером Таразей Мэй, министрами финансов и иностранных дел, депутатами и бизнесменами. О результатах встречи узнаем у Светланы Чернецкой. Она на прямой связи со студией. Свет, здравствуй, расскажи, о чем удалось договориться в Лондоне. Катя, визит президента совпал с очень важными политическими событиями в Лондоне. Парламент согласился с предложением премьера провести досрочные выборы уже через 7 недель. Этому предшествовали жесткие дебаты в Палате общин, где Тереза Мэй сошлась в схватке с лидером оппозиции. Из-за всего происходящего премьер даже чуть опоздала на встречу с президентом Порошенко, но встретила его с улыбкой и пригласила в резиденцию на Даунин-стрит-10. Предлагаю послушать, как началась встреча двух лидеров. Конечно же, мы понимаем, что вы испытываете угрозу со стороны России не только из-за аннексии Крыма, но из-за действий на востоке Украины. И, конечно же, мы продолжаем с готовностью поддерживать вас перед лицом этой угрозы, сотрудничая в сфере безопасности и не только. Мы также продолжим настаивать на санкциях до тех пор, пока минские договоренности не будут выполнены в полной мере. Мы поддерживаем ваши реформы. Мы благодарны вам за твердую и надежную позицию в вопросе поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины во время нелегальной аннексии Крыма России и российской агрессии на востоке страны. Мы хотим обсудить наше сотрудничество в сфере безопасности, поскольку это очень важно для нас. Остальная часть разговора прошла за закрытыми дверями. Известно только, что украинская делегация приехала не с пустыми руками, а с рядом проектов в сферах безопасности, экономики и военного сотрудничества. Также президент пригласил премьера посетить Украину в любое удобное для нее время. Я могу подтвердить, что премьер-министр запропонувала, чтобы Британия брала участие в целой низкой программе реформ. Мы проговорили в споопрации в имплементации судовой реформы с руководством британских руководителей, британского опыта. Подняли вопросы визовой либерализации для украинских граждан. А с Даунинг-стрит 10 Порошенко отправился в соседнее здание, в форин-офис. Здесь состоялась встреча с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Он один из главных адвокатов Украины в Европейском Союзе. Также президент посетил британский парламент, где пообщался с представителями группы депутатов по связям с Украиной. И выступил в Королевском международном институте Четтемхаус, где много говорил о российской агрессии. И, конечно же, напомнил Великобритании, что она является одним из гарантов Будапештского меморандума, согласно которому Украина отказалась от третьего в мире по потенциалу ядерного запаса в обмен на обещание безопасности, что в результате оказалось гарантией только на бумаге. Для нас важно сохранение санкций против России. Не верьте тем, кто утверждает, что санкции ничего не дали. Самое главное, это меньше убитых украинцев. И это уже результат. Если бы не санкции и новая украинская армия, российские танки стояли бы значительно дальше, в Европе. Все агрессоры мира должны знать, они будут отвечать за свои преступления. А накануне глава государства отужинал с представителями британского бизнеса. Он говорил о привлекательном инвестиционном климате в стране, проинформировал о ходе реформ, в общем, призывал вести бизнес в Украине. И, в пример, привел успешное сотрудничество британской компании Doty Propelos с нашим авиастроительным концерном Антонов по созданию Ан-132D. То есть, как видишь, Катя, визит был довольно насыщенным. Спасибо, Света. Это была Светлана Чернецкая из Лондона, где глава украинского государства встречался с премьером Соединенного Королевства. Тем временем на севере Лондона прогремел взрыв. Два человека пострадали, один из травмированных полицейский. Инцидент произошел в районе Херинга и в подвале жилого дома. Разгорелся пожар. Людей из соседних домов эвакуировали. Свыше 70 спасателей несколько часов боролись с огнем, что стало причиной взрыва, пока неизвестно, но полиция уже заявила, что это точно не теракт. Международный суд ООН все же будет заниматься иском Украины против России. По предварительному решению, которое сегодня объявили в ГАГе, вопросы, с которыми Украина обратилась, подпадают под юрисдикцию суда. А вот меры пресечения, на которых настаивал Киев, избрали не все. Более того, судей попросили обе стороны выполнять минские договоренности и воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить спор. Детали узнаем у нашего корреспондента Елена Абрамовича. Она сейчас в ГАГе. Лена, здравствуй. Скажи, как отреагировали стороны и что означает сегодняшнее решение? Катя, российская сторона от общения с журналистами отказалась. А вот представитель от Украины, министр иностранных дел Елена Зеркаль, назвала сегодняшнее решение суда победой. Ведь на предварительных слушаниях пять недель назад Россия настаивала, что это дело вне компетенции суда. Напомню, Киев обратился в суд ООН по двум вопросам. Это дискриминация украинцев и крымских татар в оккупированном прямом, а также финансирование терроризма на Донбассе. Все боялись, что не будет принимать эту юрисдикцию. Суд визнав, что она есть. Суд визнав наявность порушений. Суд даже визнав, что наявность этого спора никак не пороскоржает Минскому процессу. И что стороны могут продолжить Минский процесс и судовый рассмотрение как обязательства параллельно. И никто ничего не лимитировал. Поэтому для нас это решение действительно очень позитивное. Особенно с точки зрения того, что россияне просили вообще отвернуть наши требования и не принимать решения. Что же касается мер пресечения, то суд их назначил только в части оккупированного Крыма. России необходимо пересмотреть решение о запрете Меджлиса и также удержаться от ущемлений прав крымских татар. А вот в части финансирования терроризма, по мнению суда, Украина предоставила недостаточно доказательств. Поэтому пока меру пресечения не избрали, но это не означает, что дело не будут рассматривать. На данном этапе суд призвал обе стороны выполнять минские договоренности. Суд напоминает сторонам, что Совет Безопасности в своей резолюции 2202 от 2015 года одобрил пакет мер по осуществлению минских соглашений, которые были приняты и подписаны в Минске 12 февраля 2015 года. Суд ожидает, что стороны совместными усилиями будут добиваться полного осуществления минских договоренностей в целях достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Ну и с этого момента суд берется за рассмотрение дела по сути. Затянуться это может и на годы. График слушаний стороны должны утвердить на встрече в мае. Напомню, что в перечне претензий Украины, кроме оккупированного Крыма, также упоминается сбитый малазийский Боинг, обстрелянный автобус в Волновахе, пострадавший от градов Мариуполь и другие события на Донбассе. Катя. Лена, спасибо. Елена Промович сообщила результаты заседания Международного суда ООН. Многообещающим решение суда в Гааге назвал президент Украины. Это успех, когда оба судебных иска украинской стороны признаны юрисдикцией Международного суда, заявил Петр Порошенко в Лондоне, где он находится с официальным визитом. Президент надеется на успешное рассмотрение исков. Я думаю, что это очень многообещающие сегодня решения в Гаазе, когда оба судебных позовов судом была признана юрисдикция International Code of Justice в Гаазе для оба позовов Украины. И мы уверены не в том, что сегодня мы на правильном шляхе. И вернемся в Украину. Сегодня Юлия Тимошенко объявила о запуске процедуры проведения всеукраинского референдума по вопросу торговли фермерскими угодьями. Батьковщина требует продлить запрет на продажу сельхозземель. Это реакция группы политиков на меморандум с МВФ. Напомню, одно из главных условий предоставления кредита – земельная реформа и отмена моратория на продажу земли с конца 2017 года. По условиям референдума ограничение торговли землей будет бессрочным, хотя изначально в Батьковщине предлагали продлить мораторий до 2025 года. Условия политики изменили в ходе бурной дискуссии, ссылаясь на то, что в случае улучшения условий на рынке земли фермеры смогут впоследствии торговать по яме. Этот час нам потребен для того, чтобы мощно, надеянно и на завжди поставить на ноги наше украинское фермерство. И чтобы у нас, так как и в всех аграрных развинутых краинах, было не 30 тысяч сегодня фермерских господарств, а так как в Польше 2,5 миллиона фермерских господарств. Сотрудничество с МВФ и открытый рынок земли. Вопросы, которые украинцы должны решать на референдуме. А потом заявил нардеп Сергей Каплин. Парламентарий посетил село Чутово Полтавской области и уверяет, люди возмущены тем, что такие серьезные вопросы, как отмена моратория на продажу земли, власть решает без участия простых украинцев. Уже 1 мая на марше «Тридящихся» заявил Каплин, начнется подготовка к всеукраинскому референдуму по вопросу сотрудничества с МВФ, продаж земли, а также немедленных перевыборов парламента. «Просто заборонить грабить нашу землю – недостатньо. Потрібно расследовать все факти злочинной деятельности МВФ, потребно расследовать все факти злочинной деятельности коалиции, потребно расследовать все факти без деятельности и деятельности украинских политиков, начито от Майдана и до сегодняшнего дня. Яценюк, Аваковы, Пашиньки, их министры, их вице-премьеры, их премьеры должны предоставить перед украинским судом». Украина будет покупать уголь в Соединенных Штатах, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Сегодня в правительстве предложили запретить ввоз энергетического топлива из России. Взамен же Штаты будут продавать украинцам около 4 миллионов тонн угля в год. По словам Насалика, это очень выгодная сделка. А пока правительство думает, как переправлять черное золото через океан, Насалик анонсировал, другие контракты на закупку антрацита нам больше не нужны. Если сделка США все же состоится, украинцы могут готовиться к очередному повышению тарифов. Об этом заявляет директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич. По его словам, в Украине 30 рабочих шахт, которые продают тонну государственного угля за 1800 гривен. В то же время цена тонны американского продукта на 40% выше. Эксперт уверен, при условии заключения контракта с американскими партнерами повышение тарифов неизбежно. А вот кто будет платить, народ или компания-закупщик, пока неизвестно. Расширить действия антидемпинговых пошлин на аналоги аммиачной селитры из России. С такой инициативой выступают в компании Остхэм. Об этом сообщают украинские новыны. Как объясняют в холдинге, российские производители удобрений нашли лазейку, как обойти украинское таможенное законодательство и не платить пошлину за ввоз нитрата аммония. Они поставляют его под другими кодами. К примеру, как аммиачную селитру с добавками. По такой схеме за два последних года ввезли более полумиллиона тонн удобрений. В итоге бюджет Украины теряет свыше 30 миллионов долларов в год. В компании заявляют, уже обратились в Минэкономики. Там недавно приняли решение начать промежуточный пересмотр антидемпинговых мер. Напомню, по данным отечественных производителей, почти 70% украинского рынка минеральных удобрений занимают поставки компаний из страны-агрессора. Ситуация на Донбассе стабилизовалась. Боевики с начала суток только 8 раз обстреляли позиции в УСУ, сообщают в штабе ОТО. В то же время украинским бойцам приходится противостоять не только пророссийским наемникам, но и украинской полиции. Набирает обороты скандал с задержанием нескольких военных в Авдеевке. В чем они обвиняют местных правоохранителей, в ситуации разбиралась Ирина Баглай. Положили на спину, били по животу, отсюда пакет, противогаз надевали, наручники придавливали. Олег, военнослужащий 72-й бригады, с горечью вспоминает тот день, когда его задержали авдеевские полицейские и в местном отделении избивали. Душили, силой выбивали признание в убийстве. Стоял на посту, подошел мужчина, предложил телефон купить. Я его купил. Потом 11 числа приехали ко мне в прокурор, забрали в Авдеевский райотдел. Откуда взял телефон, типа он криминальный, что убийство на нем бесит. Днем позже, без объяснений, из расположения воинской части силовики вывезли и товарища Олега Александра. Потом шестеро суток они провели в Дружковском райотделе. Сначала в неофициальном статусе подозреваемых в убийстве, позже в качестве свидетелей. Уже там бойцам подсовывали документы о переводе в другую бригаду, с просьбой о защите от их командования. Якобы ребята боятся преследований. Все это время пехотинцы были без связи. Телефоны отобрали, а командование искало их своими силами. Когда же возможность связаться появилась, звонить уже просто опасались. В статусе свидетелей, но фактически под арестом. Без адвокатской помощи Александр, который полгода воевал в промзоне, даже представить не мог, что ему придется выучить на зубок статьи Уголовного кодекса и защищать себя от произвола полиции и прокуратуры. По обращению командования бригады, омбудсмен открыл производство по факту нарушения прав военных. В 72-й бригаде не скрывают радости, что нашли своих побратимов, готовы бороться за них до конца. Я просто не могу понять, за что мы тогда боремся на промке, на шахте и на всем остальном, за что бригада тут стоит, если у нас в стране творится такое беззаконие. Тех людей, которые защищают эту страну, пытаются унизить. Оба бойца написали заявление, что предыдущие документы подписывали под давлением. Теперь с нетерпением ждут, когда вернутся к своим. На нулевые рубежи, где на каждом шагу смерть, но не бьют в спину. В Донецкой полиции и военной прокуратуре пока молчат. На все наши многочисленные запросы ответили «Ждите». Ирина Баглая, Андрей Костюк, Виктор Иотко. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал «Интер». В акватории Черного моря потерпел крушение сухогруз героя «Арсенала». На его борту находились 9 украинцев. На месте трагедии продолжается спасательная операция. Все подробности далее в сюжете. Погибших и пострадавших членов экипажа сухогруза «Героя Арсенала» сотрудники российского МЧС разыскивают с прошлой ночи. На вертолетах Ми-8 спасатели осмотрели всю близлежащую территорию. По последним данным выжил лишь один человек. Тела еще двоих подняли на спецсудно. В настоящее время проводится активная фаза поисково-спасательной операции. Создан штаб на базе главного управления межведомственной. Работает телефон горячей линии. Судно под панамским флагом вышло из порта Азов. Это Ростовская область России. Проследовало через Азовское море в Керченский пролив, а затем уже в Черном потерпело крушение. Уже установили, что на борту сухогруза находилось 12 человек. Из них 9 граждане Украины. По словам украинских дипломатов, они готовы в любое время прибыть в Краснодарский край. На этот момент проживают рятувальные работы на месте аварии судна. Генеральное консульство действует мониторинг ситуации, и консул готовый выехать в район Таманского пивострова для надания необходимого сприяния постраждалам. Следственные органы России уже возбудили уголовное дело по факту крушения. Информации о возможных обвиняемых или подозреваемых пока нет. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности, и вот что узнаете во второй части программы. Валюта под арестом. Что удалось вернуть через суд бывшему главе ГФС Насирову? Покупай американское. Как отразится на украинцах очередная инициатива Дональда Трампа? Апелляционный суд Киева снял арест с паспортов Романа Насирова. Внутреннего, дипломатического и двух заграничных. Но в руки бывшему главному фискалу страны их не отдадут. Документы передадут на хранение или в НАБУ, или в миграционную службу. Также прокуратура заявила, досудебное расследование уже на финальной стадии. В ближайшее время проведут завершающие экспертизы. И к концу мая, если защита Насирова не будет затягивать процесс, обвинительный акт направят в суд. К слову, на сегодняшнее судебное заседание Роман Насиров не явился. Не захотели общаться с Песой и его адвокаты. Суд погодился в частности доводов, что материальные ценности, годы, годы, готовые, они должны быть арестованы, поскольку могут в том числе быть использованы как отшкодирование заданных, избыточных в криминальном проведении. Взяли на руки и вынесли. В Харькове охранники мэра выдворили из сессионного зала Андрея Лесика. В прошлом году Горсовет лишил его полномочий депутата городского совета. Лесик через суд добился отмены этого решения и сегодня пришел на сессию с постановлением суда. Хотел взять слово, но мэр назвал депутата клоуном и потребовал уйти. Мол, решение, которое тот имеет, не обязывает Горсовет включить его в депутатский корпус. После этого Кернес вызвал охранников, которые и вынесли восстановленного депутата из зала. Лежа на полу в коридоре, Лесик попросил вызвать скорую и полицию. Врачи констатировали разрыв связки ноги, а Лесик пригрозил, что будет судиться с охранниками. 100 тысяч гривен взятку такого размера требовал сотрудник Основянского райотдела полиции в Харьковской области. Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Деньги должна была заплатить мать студентотехникума, которого якобы задержали за хулиганство. Взамен полицейский обещал, что не будет привлекать молодого человека к уголовной ответственности. Женщина уговорила снизить сумму взятки в два раза. Правоохранитель согласился. Во время получения денег его задержали следователи прокуратуры. Чрезвычайной ситуацией местного масштаба признали положение дел в Ковельском ветсанзаводе. Напомню, там без утилизации, под открытым небом, хранится более трех тысяч тонн останков животных. Свезти их сюда позволил директор госпредприятия, после чего скрылся. Люди, которые уже больше месяца дежурят на блокпосту у ветсанзавода, чтобы не пропускать на территорию новые грузы, сегодня перекрыли международную трассу. Загрязненная почва, незаконное захоронение останков злоупотребления служебным положением. Житель Донецкой области Вадим Сухонос, которого назначили директором Ковельского ветсанзавода, меньше чем за год наработал два уголовных производства и нанес ущерб экологии почти на 2 миллиона гривен, сообщает в прокуратуре. Вот завод, вот блокпост. Горожане уже месяц здесь дежурят, не пропускают на территорию машины с останками, которые везли сюда тоннами. В 400 метрах от предприятия жилые дома. Местные жители ждали, что отходы вывезут. Сегодня перекрыли трассу. Там все раскладывается. Все было пару дней в сонечко, то мухи облиплены, все будинки в мухах были. А они все прилетели звезды. Там инфекция распознанная. Собаки разносят. Те кости, там мясо. Коты разносят. На акции много полицейских контролировали, чтобы не было пробок. Приехал на трассу замглавы Волинской облгосадминистрации. С его слов понятно, кто виноват, знают. А вот что с этим делать, не совсем. Руководство концерна «Укревецензавод» самоустранилось. Все предприятия, входящие в его состав, отказались принимать останки из Ковеля. Я думаю, сведомо керевником было принято решение про накопичение критической массы сирены, которую Ковельская филия не способна сама была переработать. Для того, чтобы идти по варианту утилізации, нужно переконать людей, которые в населенных пунктах поруч, про то, что утилізация не будет скидливой. То есть, с плечей у них сюда и перекладываться на плечи других людей. Давайте мы рассмотрим все варианты. Пока люди перекрывают трассу, Марковеля трудится в своем кабинете. Говорит, на акцию не поехал, потому что госслужащий. Я міський голова, державный службовец. Мене заборонено принимать участь в таких акциях. И на півдруге у меня зустріли с губернатором. Частині самовырішення цього питання. Марков, як і інші чиновники, надеється, що їм удастся знайти місце, куди перевезти зловонний і опасний груз. Деньги – це сотні тисяч гривень, уверен, найдуть. Но даже если горы трупов вывезуть, ликвидировать последствия придется годами. Кто виноват – местный директор предприятия или его столичное руководство? Ответы на это должны дать правоохранители. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал «Интер», Волынская область. Главная прокурдская партия Турции требует отменить результаты референдума. С такими же требованиями в Центральную избирательную комиссию страны обратились и другие оппозиционные партии. Напомню ранее, о возможных фальсификациях в ходе голосования заявили и наблюдатели ОБСЕ. Тем временем на улицах все больше турков протестуют против результатов голосования, называя референдум обманом. Больше расскажет Алексей Пшимынский, он находится в Турции. Отменить результаты голосования и пересчитать голоса турецкие власти призвали в Демократической партии народов, главной прокурдкой партии страны. Там уверены – голосование сфальсифицировано. У нас есть информация о том, что много где, особенно в курдских провинциях, голосование проходило не тайно, а открыто. И военные вместе с представителями властей следили за тем, чтобы люди голосовали «за». Также избирательная комиссия посчитала, как «да» множество пустых бланков. Это все ставит под большое сомнение легитимности этого референдума. Как доказательство, оппозиция опубликовала вот это видео. Один из членов местной избирательной комиссии проставляет печать «да» на пустых бланках. Как утверждают оппозиционеры, подобное происходило по всей стране, а на многие участки наблюдателей и вовсе не пустили. Тем временем в Стамбуле уже третий день не утихают протесты против итогов референдума. Несколько тысяч человек прошли центральными улицами города с плакатами «Хаир». Это означает «нет». Если наша страна станет авторитарным режимом, мы закончим, как Ирак или Сирия. Садама тоже превозносили, хотя он был диктатором. И мы знаем, как он в итоге закончил. Так закончит и Эрдоган. Мы против него. Эти результаты неверны. Печати, да, поставили уже в комиссии на 2,5 миллионов бланков. Они сами признались. Они — это кошмар, обрушившийся на нашу страну. И мы изгоним их. Против изменений в Конституцию проголосовало чуть меньше половины избирателей, около 20 миллионов человек. Однако это не мешает президенту Эрдогану уже третий день на митингах говорить о единстве турецкой нации, которая желает усиления его полномочий. Сам он в интервью телеканалу CNN заявил, что не собирается становиться диктатором, а наоборот укрепить демократию в стране. Тем временем турецкий премьер Бенали Елдырым, еще вчера заявлявший, что пересмотра результатов не будет, сегодня смягчил позицию и пообещал, что Центр избирком все же проведет расследование. Мы обязательно дадим подобающую оценку всем замечаниям и рассмотрим апелляции к итогам голосования. Это нормально. Однако выводить людей на улицы и говорить о непринятии результатов референдума — это совершенно неприемлемо. Несмотря на это, в турецкой оппозиции обещают вывезти на улицы еще больше людей, если суд не пересмотрит результаты голосования. С сегодняшнего утра здесь, в столице Турции, Анкаре, на улицах десятки полицейских машин и грузовиков с водометами, а журналистам практически везде запрещено снимать. В стране еще на три месяца продлили чрезвычайное положение. Власть опасается массовых акций протеста. Из Анкары Алексей Пшемыский, Владимир Самченко. Подробности — телеканал «Интер». Покупай американское, нанимай американцев. Дональд Трамп подписал новый указ, который теперь скажется и на украинцах. Что изменится? Дмитрий Анопченко знает ответ. В Штатах часто шутят. А что в стране производят, кроме долларов? Мол, эта фабрика, где их печатают, — одна из немногих на продукции, которой можно ставить надпись «Made in USA», сделана в Америке. Это, конечно, преувеличение, но правда и в том, что даже брендовые вещи теперь делают в Китае, Мексике, Вьетнаме, Таиланде так дешевле. Изменить ситуацию еще в ходе предвыборной гонки обещал Дональд Трамп. Вот и подписал сейчас новый указ о поддержке американских товаров и рабочих. Для этого отправился в Висконсин на фабрику инструментов. Политика нашего правительства — активно продвигать и использовать вещи, сделанные в Америке, и убедиться, что американских рабочих берут на работу. Америка на первом месте. Вы куда больше этого заслуживаете. Его новый указ не только стимулирует производство внутри страны, но и в очередной раз бьет по иностранцам. Ограничивает выдачу виз, на этот раз рабочих. Президент заявил, что сейчас в Соединенных Штатах рабочие визы выдают по принципу лотереи. Мол, кому повезло, тот и получил. Но теперь, после того, как его указ заработает, их будут выписывать исключительно людям с высокой квалификацией, которые эту квалификацию, к тому же, смогут и подтвердить. И это ударит, в том числе и по украинцам. Каждый год по этой программе выдавалось 85 тысяч рабочих виз, многие из которых получали украинские программисты. Они тут сейчас очень востребованы. Теперь получить, а главное, продлить визу с правом на работу, будет куда сложнее. По официальной статистике, 80% приезжих получали должность, потому что соглашались на меньшие зарплаты. Ведь по нашим меркам и они хороши. Теперь рабочие визы хотят давать лишь высокооплачиваемым сотрудникам, чтобы у американцев должности не забирали. Наша иммиграционная система позволяла заменять американцев рабочими, приехавшими из других стран, чтобы делать то же самое за меньшие деньги. Мы это остановим. Визы будут выдаваться лишь самым квалифицированным и высокооплачиваемым заявителям. Которых никогда не используют, чтобы заменить граждан страны. Ну а вторая часть указа. Покупай американское. Может ударить по украинской металлургии. Дело в том, что госкомпаниям настоятельно рекомендовали закупать все исключительно в Соединенных Штатах. А Украина крупный игрок на рынке стали, которая, несмотря на все заградительные пошлины, поставляла ее даже в Соединенные Штаты. Но теперь, теперь политика важнее экономики. Не важно, что сколько стоит. Не важно, какие цены. Покупай американское. Понятно, что в самой стране указ примут благосклонно. Вот только экономические эксперты взволнованы. Прогнозируют и резкое увеличение бюджетных расходов, и подорожание. Ведь то, что делалось в бедных странах Юго-Восточной Азии при возвращении производства в Штаты, не будет стоить так же дешево, как и раньше. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. В американском штате Калифорния мужчина с криками «Аллах Акбар» расстрелял прохожих. Он открыл огонь в центре города Фресна. Три человека погибли. По словам полицейских, жертвы ничем не провоцировали агрессивное поведение. Личность стрелка уже установили. Это Кори Али Мухаммад, известный по кличке Черный Иисус. Ранее он неоднократно оставлял в соцсетях российские сообщения. Кроме того, был объявлен в розыск за убийство охранника мотеля на прошлой неделе. Известно, что люди, погибшие от пуль нападавшего, никак его не провоцировали. Они оказались случайными жертвами человека, который планировал совершить сегодня убийство. Лидер исламского государства все же на свободе. Информация о его аресте не подтверждается. Тем временем, иракские военные продолжают штурмовать Масул. Главное, плод халифата в Ираке. А террористы ищут новые территории для размещения и новых атак. Под ударом оказалась одна из древнейших христианских святынь в мире. Где произошел взрыв, если пострадавшие, расскажет Сергей Ауслендер. Сообщения о захвате Абубакра Аль-Багдаде оказались преждевременными. Глава Ригил не арестован, как сообщали источники в ООН. Что с ним сейчас неизвестно. По последним данным, он находился в Масуле, где его боевики до сих пор ведут ожесточенное сражение с силами коалиции. Сначала появились сообщения, что Аль-Багдаде попал в плен к иракским военным при попытке прорыва из города. Но позднее эту информацию опровергли. Впрочем, многие эксперты полагают, что даже пленение лидера не нанесет этой организации существенного ущерба, поскольку ИГИЛ имеет горизонтальную структуру, подобно Аль-Каиде, которая, как известно, после смерти Усамы Бен-Багдана вовсе не прекратила свое существование. Более того, ИГИЛ сейчас пытается установить тесный союз с Аль-Каидой. Представители двух группировок на переговорах обсуждают стратегию дальнейших действий. Без дорожной карты, без политического процесса, без создания институтов государства будет очень сложно противостоять эпохе после ИГИЛ. И, как мы понимаем, это не будет концом ИГИЛ. Это долгий бой, и он будет длиться еще долго. Он будет принимать разные формы, но ИГИЛ уже распространился по всему миру. И у нас есть информация, что теперь они хотят объединиться с Аль-Каидой. Сейчас ИГИЛ, который, очевидно, потерпит поражение в Ираке, пытается перенести боевые действия на другие регионы Ближнего Востока. Особый интерес у них вызывает Синайский полуостров. Там снова произошел теракт. Группа боевиков атаковала блокпост египетской армии возле монастыря Святой Катерины. Это очень важная христианская святыня. Один военный погиб, еще несколько получили ранения. В Израиле пристально следят за происходящим на Синае. По-прежнему закрыта граница с Египтом. Накануне штаб по борьбе с террором на очередном заседании принял решение продлить этот режим на неопределенный срок. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Чем грозит Земле приближающийся на максимально близкое расстояние астероид? Кем заменят кассиров в супермаркетах Японии? И в какой скандал угодила супермодель Кара Делевинь? Об этом в нашем международном обзоре. К Земле приближается потенциально опасный астероид диаметром около полукилометра. В ночь на 20 апреля он пронесется мимо нашей планеты на скорости 33 километра в секунду. Расстояние с Землей составит 1 миллион 800 тысяч километров. Это максимально близкая дистанция для такого крупного космического тела за последние 400 лет. Астероид входит в перечень потенциально опасных для жизни на Земле, но в НАСА уверяют. Угрозы нашей планете он не представляет. Разглядеть небесное тело можно будет даже в небольшой телескоп. В Британии запретили рекламу с участием супермодели Кара Делевинь. Видеоролики известного бренда, в котором девушка демонстрирует опасно роскошные ресницы, британское надзорное ведомство усмотрело следы использования фотошопа. А еще оказалось, что модель снималась с накладными ресницами. В организации решили, что такие хитрости вводят покупателя в заблуждение. В компании заявили, что коррекция ресниц модели стандартна практика в индустрии моды. Магазин без продавца и кассира. В Японии разрабатывают автоматическую систему оплаты в супермаркетах. Об этом правительство страны договорилось с пятью самыми крупными торговыми сетями. Система позволит не пробивать штрих-ход каждого товара отдельно, а считывать информацию со всех продуктов в корзине покупателя одновременно с помощью специальных чипов. Посещать автоматизированные магазины японцы смогут уже в 2025 году. Введение такой технологии обойдется в 46 миллионов долларов. Больше новостей на нашем сайте, подробности UA. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова